Я проанализировал все статейки в интернете касаемо Windows 12, и я могу вкратце рассказать, что нас ждет в новой версии Windows. Сразу скажу, что что-то может не сбыться, но информация довольно распространенная. Перед началом ролика я хочу попросить вас подписаться, так как у меня есть цель набрать 1000 подписчиков до нового года. Начнем с того, что у Windows 12 также будет что-то наподобие SE версии, которая будет предназначена для слабых ПК. Также повышены требования для установки системы. Теперь будут требовать 8 гигабайт оперативной памяти, а не 4. Остальные требования останутся теми же. Выход в Windows 12 должен состояться в 2024 году, и я предполагаю, что это должно быть осенью, так как Windows выходит близко к октябрю. У новой версии Windows будет кодовое название Next Wallet. В Windows 12 снова будет упор на планшеты, поэтому появится плавающая панель задач, плавающее окно поиска в верхней части экрана, погода будет отображаться в верхнем левом углу экрана, а значки втре и значки уведомлений будут отображаться в правом верхнем углу экрана. Плавающее окно поиска получит искусственный интеллект. Предположительно, обновление с Windows 11 до Windows 12 будет бесплатным, если устройство совместимо. А для Enterprise и LTSC версии нужно будет платить за систему каждый месяц. Если вы используете Windows 12 на бюджетном устройстве, которое конкурирует с хромбуками, то система должна масштабироваться и подстраиваться под скромные вычислительные мощности. Если же у вас среднее и мощное устройство, оно не будет себя ограничивать. В системе обновят экран блокировки, на нем должны будут делать большой акцент. В Windows 12 будет глубочайшая интеграция с Android-устройствами. У приложения связь с телефоном должно будет появиться масштабное обновление. По моему предположению, пощупать Windows 12 можно будет уже летом следующего года, когда начнут выкатывать инсайдеры для публичного доступа. Компания VMware в программе ESXi 8.0 еще полгода назад, задолго до слухов, показала в выборе системы Windows 12 64-бит, а также Windows Server 2025. У системы будет упор на оптимизации ARM-версии, поэтому она будет идеально работать на планшетах и, скорее всего, именно она будет приоритетить у Microsoft, как это было, опять же, с Windows 8. Как это было с Windows Vista, Windows 12 может выйти в 2024 году только для корпоративных пользователей, а уже более широкое развертывание и релиз для обычных пользователей намечены на 2025 год. Также в Windows 12 может быть переписан Win32, и в этой версии мы, скорее всего, потеряем совместимость с программами Windows XP и ниже. Система может называться как Windows 12, так и Windows 2024. Также вероятно, что она не получит новый логотип, как это у Microsoft практиковалось многими годами. У Windows 12 будет прекращена поддержка 32-битных ARM-приложений. Windows 12 Home редакция предположительно будет стоить 139 долларов, а Pro редакция будет стоить 199 долларов. Все старые параметры панели управления, которые из Windows Vista, будут полноценно перенесены в новые параметры, а старой панели управления больше не будет. Новое обновление должно принести возможность устанавливать анимированные обои, а также установку АПК-приложений. Обновление до Windows 12 может быть начато только из Windows 11, а также Windows 10 2004 и выше. Некоторые инсайдеры сообщают, что система выйдет не позже 2031 года. В системе должны удалить многие старые компоненты, которые держатся из старых версий Windows. Также должно быть сокращение редакций, никаких Pro Workstation или прочих, скорее всего, уже не будет. На этом у меня все. Это все, что я смог нарыть в интернете, что-то может быть неправдой, а много что будет правдой. И самое главное, я дал информацию, которую нам известно о Windows 12. Напишите в комментариях, ждете ли вы Windows 12, а если не ждете, то почему. Хочу снова напомнить, что у меня есть телеграм-канал, а также новый дискорд-сервер, ссылка на который будет в описании. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео. Желаю всем удачи и до скорой встречи.